Здравствуйте! Это программа событий. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Каникулы строгого режима. Нелегальный лагерь в Самарской области прикрыли полицейские. Дети эвакуированы. Наш ответ Святому Валентину. В день Петра и Февронии в Самаре созданы десятки новых семей. Прыжок в бездну. Журналисты телеканала Самаргиз выжили в гонке героев. Нелегальный детский лагерь обнаружили в Самарской области. В полицию поступило сообщение о том, что под Тольятти дети отдыхают в спартанских условиях. Во время проверки сотрудники транспортной полиции обнаружили на острове лагерь, в котором находились 20 детей от 10 до 16 лет. Руководителями там работали трое мужчин, у которых нет ни специального образования, ни разрешения от властей. В лагерь детей набирали через объявления в соцсетях. Путевка стоила 7 тысяч рублей. Ребята жили в палатках, еду готовили сами из скудных запасов. Тушенки, печенье и томатов. Из развлечений прогулки на лодке и рыбалка. В расположении лагеря находилось 5 пластиковых лодок. Идет расследование. Один велосипед в день в среднем угоняет в Самаре. С началом велосезона начинается и сезон велокраж. Двухколесных друзей уводят из подъездов, общих коридоров, а также с улиц. Не спасают даже тросы на замках. От веловоров пострадала и Олеся Корецкая. Она-то и выяснила, что делать, чтобы велосипед не угнали. И что предпринимать, если кража все-таки произошла. Этот велосипед у Андрея Царева не первый. Предыдущий угнали буквально из-под носа. Двухколесного друга не нашли. Пришлось покупать новый. Все лето молодой человек проводит в поездках. Я на работу езжу постоянно. И так с друзьями катаемся. И за Волгу ездим. Около почты оставляю, а работаю на почте. Там оставляю, во дворе. В магазинах оставляю. Ну ничего такое. На трос привязываете? Ну да. В последние несколько лет интерес самарцев к велопрогулкам значительно вырос. И как следствие повысилось внимание преступников к двухколесной добыче. В июне в Самаре украли 42 велосипеда. По горячим следам удалось вернуть три. В основном уводят из подъездов. Там нет свидетелей. Угоняют и с улицы, и с парков, скверов, от магазинов и торговых центров. Несмотря на то, что сейчас имеется средство ограничения движения этих велосипедов, то есть какие-то там цепи, какие-то ограничители, сейчас имеются разные инструменты, которые позволяют очень быстро это, так сказать, перекусить быстро и забрать велосипед. Тросы, цепи, блокираторы, кодовые замки, камеры видеонаблюдения поблизости от воров не спасут. Людное место тоже. На этом видео социальный эксперимент. Участники оставляли велосипед на тросе, который потом на глазах очевидцев срезали псевдоворы. Из 30 свидетелей только 10 отреагировали и помешали преступникам. Вот примерно такую картину обнаруживают владельцы только что украденных велосипедов. Иногда воры не оставляют даже трос. Специалисты по розыску велосипедов советуют сразу обращаться в полицию, а на месте искать свидетелей. Возможно, кто-то видел нового незаконного владельца. Также советуют записать номера рядом стоящих машин. Теперь у многих есть видеорегистраторы. Полицейским нужно сообщить все приметы велосипеда. Марку, модель, номер на раме, название запчастей, описать каждую царапину, надпись и особенность. И лучше их сделать на своем двухколесном друге. Приметнее будет. Информация об украденных велосипедах есть в ориентировках. Сотрудники полиции регулярно проверяют велосипедистов на улицах. Подозрительных задерживают. Найти украденный велосипед реально, говорят специалисты, если самому принимать активное участие в поисках. Чтобы окружающие могли узнать ориентировки по вашему велосипеду, необходимо сообщить об этом на локальном велофоруме в вашем городе. Использовать социальные сети, различные группы, где общаются люди по интересам, связанным с велоувлечением. Чем больше людей, которые знают о краже вашего велосипеда, где вы подробно укажете все особые приметы визуальные, которые отличают его от похожего, тем выше шансы, что его кто-то обнаружит. Пострадавшим от велоуворов советуют посещать комиссионные магазины, ломбарды, рынки, следить за объявлениями в интернете. Единственное надежное средство от угона – не оставлять велосипед без присмотра. Олеся Корецкая, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. 800 новых семей созданы в Самарской области в День семьи, любви и верности. Праздник установлен в день, когда православная церковь чтит святых Петра и Февронию Муромских, которые считаются покровителями супругов. Праздник молодой. Он был учрежден в России в 2008 году, но у него уже есть свои традиции. Олег Зверев тоже поздравил новобрачных. Молебен благоверным Петру и Февронию совершается как напоминание о святости семейных уз и благословении на долгое и счастливое супружество. Сотни молодых пар решили создать семьи в этот день, чтобы заручиться поддержкой небесных покровителей семьи и детства. И все они видят свое счастье одинаково. Много детишек, большой дом. И счастливое совместное. Все было хорошо, счастливо было. Состоит для нас. Понимание. Что если человек любит, значит, ничто ему не должно являться преградой. И если он любит, значит, это идет от чистого сердца и искренне. То есть искренность и взаимопонимание. Вот пример от Петра и Февронии. В день семьи, любви и верности молодых чествовали во всех городах и селах России. В Самаре центром торжеств стала площадь славы возле храма и памятника святым Петру и Февронии. Новобрачных поздравил губернатор Николай Меркушкин. Приветственный адрес главы региона прочитала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Большая, крепкая, благополучная семья – это основа сильной страны и здорового общества. Объединяя разные поколения, она является хранительницей духовно-нравственных норм, национальных и культурных традиций. Праздник святых Петра и Февронии в России становится все популярнее. По всей стране установлено уже более 60 памятников благоверным супругам. Кроме того, в этот день также принято честовать семьи, которые уже прожили вместе немало лет. Им вручают особую медаль за любовь и верность. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Семья – единственное настоящее богатство. Выставка с таким названием открылась в Центре художественной. На экспозиции 25 фотографий, дети, их родители, праздники и повседневная жизнь. Все, что связано с семьей и ее лучшими традициями. Открытие приурочили ко дню семьи, любви и верности. Авторы этих фотографий – это фотолюбители нашего города. Они предоставили свои работы для того, чтобы мы их выставили на нашей выставке. Семья – это основа всего. Порядок в семье, порядок в стране. Тем более в наше время, когда у нас размытые понятия морали, это очень, я считаю, необходимо для воспитания наших детей, новых поколений. Далее, коротко о других событиях дня. Фура с арбузами выгорела дотла. Это случилось ночью на трассе М5. Очевидцы сняли происшествие на видео. Пламя было такой силы, что от кузова остался только каркас. 34-летний бывший сотрудник Самарского МЧС погиб на подводной охоте. По предварительным данным, инцидент произошел на реке Сок. Известно, что 7 июля мужчина отправился на подводную охоту, но утром так и не вернулся домой. На его поиски отправились 4 водолаза. Они обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории. Обнаружили мужчину в траве, растущей в русле реки на глубине около 3 метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность. 32-летняя жительница Самары едва не утонула в Крыму. ЧП произошло в Ялте на пляже пансионата Донбасс. Девушка заплыла на 200 метров от берега, после чего начала тонуть. Жива она осталась только благодаря тому, что спасатели вовремя подоспели на помощь. Операторы сотовой связи теперь обязаны информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компании сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны все. Таково требование федерального законодательства. Порядок оповещения установит правительство России. В начале недели самарский регион встретит дождями. При этом температура воздуха в первой декаде июля отжидается около средних многолетних значений. Ночью в начале недели будет прохладно, не выше 15 градусов, днем до 25, сообщают в Приволжском гидромедцентре. Пробраться под холостыми выстрелами, прыгнуть в бездну и покорить Эверест только самые смелые и отчаянные приняли участие в гонке героев. Более полутора тысяч любителей экстремального отдыха собрались на Рощинском полигоне, чтобы проверить на прочность не только физическую выносливость, но и силу характера. В команде журналистов в 8-километровую дистанцию прошли и репортеры телеканала Самара Гиз, Сергей Кизоркин и Алина Чемерес. Олег Зверев был в числе болельщиков и сразу же по окончанию забега поздравил их с успешным прохождением трассы. Прыжок в бездну, на первый взгляд, одно из самых простых испытаний. На самом деле требует мобилизации духа. Надо отважиться, с головой погрузиться в грязную холодную воду, глубина 2,5 метра. Для тех, кто уверенно держится на воде, набрался смелости и вперед. С настроением они хорошим проходят, но те, кто не умеет плавать, лучше, конечно, не прыгать, потому что уже мы многих вытаскивали сегодня. Только спорт, заниматься спортом и все будет хорошо. Финальные препятствия покорения Эвереста для многих гора становится камнем преткновения, но не для наших бойцов. В группе журналистов двое представителей телеканала Самара Гиз, Сергей Кизоркин и Алина Чемерес. Оба занимаются спортом, поэтому большинство препятствий для них не составили труда. Гонка героев – это спортивно-массовый забег с элементами боевых действий. Общая длина трассы с препятствиями 8 километров побеждает не просто сильнейший, нужен стойкий характер. Выдержать реалистичные военные имитации. Огонь холостыми из автоматов Калашникова, орудий танков и БМП, засады, дымовые завесы. Одно из испытаний – проползти под танком. Участники уверяют – только сначала страшно, а потом адреналин, радость и восторг. Многие боролись со страхом высоты, со страхом воды, с грязью, кто-то омерзительно сначала – ну, я туда не полезу. А в конце – грязь, высота, страх какой-то все преодолели, все стали смелыми, все стали мощными, духом самое главное. Вот все прибежали, уже другие люди совсем. Мы дошли, самое важное, мы участвовали ради того, чтобы дойти до финиша, и мы до него дошли, и получили такие замечательные значки. Серега мне всегда помогал, кстати, он первый залезал на все высокие лестницы, сидел там, ждал меня, чтобы помочь ей перекинуться в другую сторону и спуститься. Герой, действительно герой. Она моя героиня. Гонка героев проводится при поддержке Министерства обороны. Действующие военнослужащие – основные участники, они же претендуют на главный приз, который пока держится в секрете. Сегодня у нас идет подготовительная часть к чемпионату. Чемпионат состоится 26 августа на полигоне Рощинский, здесь же. Но гонка героев приобретет немножечко другой формат. Мы будем биться за право стать лучшими на финале. А финал пока не расскажу, в каком городе будет происходить. На чемпионате 26 августа станут известны имена тех, кто будет представлять Самарскую область на финальном этапе. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, события. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Свято место пусто не бывает. Самаре находчивые предприниматели пытались повторно установить незаконные рекламные щиты. Четыре года впустую. В Самарском университете путей сообщения разгорается скандал. Студенты новой специальности не могут получить государственные дипломы. Первый блин не ком, а первенство ФНЛ. Крылья начали со взлета. Этот наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»